Дмитрий, Беларусь сегодня. Прежде всего, примите от нас тоже искреннее поздравление с Днем Великой Победы. Как глава государства вы наверняка праздник ощущаете особенно глубоко и проникновенно, но немного о другом. Вы только что прилетели из Москвы, мы смотрели с утра все трансляции парада и едва закончилось это мероприятие, как со стороны беглых, прочих экспертов посыпались комментарии. Парад не тот, танков не было, ракет мало и вообще все какая-то ерунда. Ваше личное об этом мероприятии мнение, ощущения, оценки какие? Вы знаете, это уже не первый вопрос, который мне задают сегодня. Первым этот вопрос мне задал, как ни странно, президент России, а потом Сергей Кожугетович Шойгу, с которым мы там все время общались и проходили с площади в могиле неизвестного солдата. Это как? Что? Искренне и абсолютно честно скажу, что так как они по духу, по содержанию, так как они никто не умеет организовать подобные мероприятия. Это был парад, не совсем похожий на те парады, которые были. Слушайте, ну и время совсем другое. И вот вы заметили, насколько тонко они уловили момент и сделали то, что нужно было сегодня сделать. Кричали там танков. Я прочитал эти опусы наших лохушек. Танков не было, еще чего-то. Ну послушайте, а что, с линии соприкосновения с фронта танки надо было снять и на Красную площадь притащить? А еще вдогонку сотни, может, с белорусов перекинуть в Беларуси и показать это? Это никому не нужно. Всегда, начиная с 41-го года, танки с Красной площади и бойцы шли на фронт. Поэтому все было тонко, умно, продумано в точку. Вот именно так, как надо сегодня. Они показали свою мощь. Если кто-то умеет думать и читать, заметили, что в конце они протащили ярсы, стратегическое боевое оружие, я говорю, кто думать умеет и читать, поняли, что, ребята, давайте жить дружно. А если у кого-то там мозги затуманило, с нами лучше не связываться. Все было так, как должно быть сегодня. Игорь Тур, телеканал ОНТ. Вы во вторник очень подробно рассказали о том, как мы реагируем на западные угрозы, плановые, как-то по-другому, включая вот тот второй этап с отработкой применения совместного с Россией нестратегического ядерного оружия. Но вы еще сказали, что более детально, вот как это все будет организовываться, обсудить с Путиным. Вот вы вернулись из Москвы, встречаясь с Владимиром Владимировичем. Может, есть какие-то подробности, которые, посчитаете, нужным донести до населения? Ну, не повторяться, чтобы, скажу просто. Для того, чтобы автомат стрелял, его надо содержать в нормальном состоянии. Проверять, смазывать и так далее. Для того, чтобы мы умели пользоваться автоматом, точно стрелять из него, понятно всем. Надо тренироваться. Ядерное оружие – страшное оружие. Вы часто, наверное, заметили, что мы подчеркиваем и руководство России нестратегического характера, упаси Господь, взяться еще за эту кнопку. Хотя и тактическое сегодня оружие – это во многократ мощнее, чем это было в Хиросиме и Нагасаки. От одного взрыва погибли тысячи и тысячи людей. Это страшное оружие. И для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться. Надо уметь это делать. У нас это третья тренировка. Я уже сегодня об этом сказал. У россиян не счесть. Но почему мы это публично сделали? Вы видите, какая обстановка. Идет эскалация напряженности, которая, прежде всего, исходит, прежде всего, с Украины. Эскалация не только в Украине. На Ближнем Востоке полыхает, он полыхает уже. Иран рядом. Дальше, в Тихоокеанском регионе, против Китая. Я уже говорил, как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе. Что в этой ситуации делать? Надо учиться стрелять с автоматом. И держать порох сухим. В том числе и это смертоносное оружие. У нас и в России это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более. У нас есть все. Только бы мы работали нормально и смогли использовать те богатства, которые есть в России и у нас, в наше благо. Если так будет, будет нормально. Им чего-то не хватает. Вот-вот обрушится доллар. Если доллар обрушится, что произойдет? У них же на бумажке вся экономика. Надо, напечатали доллары. Говорят, если много денег, инфляция. Плевать, инфляция на нас ложится. И вот они этого больше всего боятся. Я же вам проводил пример. У них с этим друзей нет. Вы помните, Европа свою валюту увела, евро. Нормальная, крепкая валюта. Для нас, как и для всего мира, что евро, что доллар, одно и то же. Ну, было до санкций. Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Белоруссии и России. Это во многих странах. Особенно после разговора о том, что у России украдут это все золотовалютные активы, которые они хранили на Западе. Я говорю, потому что я со многими лидерами разговаривал. Они говорят, ну, если у ядерной державы. Если с ней так, то что с нами будет? Плюс к тому, тоже об этом говорил. Они объединили Китай, против которого борются, для них главный соперник, с мощной ядерной державой России. Когда у нас был Майк Помпео, я первый раз ему сказал, ну, что, безумцы. Вот так ему сказал. Вы безумцы. Почему, господин президент? Потому что вы объединили своих врагов в одно целое. Мы разберемся. Я говорю, вы ничего не разберетесь. Как минимум, Майк, вы опоздали. Вы опоздали, к счастью. Поэтому они не разберутся. Они наделали много ошибок. Что делать? Надо заварушка. Замутить. И в этой мутной воде чего-то выловить. Вот их сегодня политика. И они уже... Они же мира не хотят. Сколько раз мы говорили об этом. И Путин, и я. Ясно после всех переговоров мы обсуждаем эту тему. Мы хотим мира. Мы не хотим воевать. И мы не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения. Что вы думаете? Только на Россию. От нас ничего не останется. Вот почему мы вместе с Россией. Не только потому, что мы юридически союзники. Поэтому наделал много ошибок. Они мутят воду. И это не помогает. В 2020 году у нас был такой вариант. Они уже в обнимку ходят с ядерными боеголовками. Они не говорят о том, что они тренируют немецких, в частности, летчиков. Носители у них, самолеты и прочее. Применение ядерного оружия против нас. Что мы в этой ситуации должны сделать? Мы публично об этом заявили. Хотя это делаем не первый раз. У нас есть самолеты для того, чтобы нести ядерный боепропас в виде бомбы. У нас есть ребята подготовлены для этого. Мы знаем, какие мероприятия. Это ужасные мероприятия. Огромное количество. Я даже не знал, мне генералы в пункте ПВО, ВВС разъяснили. Это колоссальное мероприятие. Прежде чем перебросить за границу бомбу и взорвать. Колоссальное. Ну а что касается ракеты «Искандер», которую перехватить невозможно. У нас эти боеголовки. Но они вообще неуязвимы. Палестическая ракета. Поэтому мы им говорим, ребятушки, успокойтесь. У нас есть все. Ну а что касается нас, белорусов. Это была моя инициатива. Сегодня Путин об этом сказал. Я ему позвонил и говорю, слушай, мы должны синхронизироваться в этом плане. А цель уже сегодня, могу сказать, была одна. Мы хотели посмотреть, а как ведущая ядерная держава все это делает. Мы же учимся, и они молодцы. Шойгу позвонили сразу, с Путиным созвонились. Ребята, проезжайте. Первый этап, когда мы берем боеголовки, пристегиваем, заправляем, наносители выводим их. Мы сделали, мы это умеем делать. Мы же не поедем в Россию, не повезем, эти боеголовки и теми не будем. Мы это сделали на первом этапе. Второй этап сейчас. Генеральные штабы, министр обороны получил это давно задание, еще вчера. Они сегодня работают с россиянами, синхронизируем все это. А в третьем этапе мы сядем и подведем итоги этой тренировки. Мы ни на кого не собираемся нападать. Но все должны понимать, за нами не заржавеет. И все их разговоры, ах, вот они тут чего-то, Путин там, Лукашенко толкает. А потом говорят, ну он же дурной, цитирует на меня, он же дурной, у него линии нет. Абсолютно правильно говорят. Я далеко не дурак, но линии нет. Очень трогательные кадры. Растиражировали СМИ из Москвы. Вы ухаживали за женщиной-ветераном. Было очень ветрено, холодно, сегодня у вас весь снег шел. И вы поправили так трогательно ей курточку. Что говорят вообще сейчас ветераны о этих событиях? Может быть, о чем-то вам тоже удалось пообщаться? Ну, видите, ветераны очень чувствительные люди. А что касается ветерана, за которым я якобы ухаживал, ну, это, наверное, норма для мужика вообще, и для меня тоже. А в-третьих, это же человек, который воевал здесь под Барановичами. Она подстрелила немца и взяла его в плен, притащила. Спасли много людей, деревни и так далее. И когда я подошел туда, ой, узнала меня и начала, ну, вот, такой лепет. Быстрее, быстрее, быстрее рассказать. Много она мне рассказала. У меня была все это записано, вся история, кто у меня рядом сидит, слева, справа. Ну, я ее выслушал и смотрю, ну, 101 год. 101 год. Я все время сидел и ей завидовал. На ногах, крепенькая. Ну, естественно, 101 год есть 101 год. Очень холодно было в Москве, вы это знаете. Не то слово, что холодно. И даже не в том дело, что температура низкая. Красная площадь, это труба. Там насквозь все это продувает. Еще вчера мне помощники Путина сказали, что будет очень холодно. Ну, я смотрю, это женщина, герой-патриотка. Наша, фактически, женщина. Курточка ее там лежала отдельно, она была одета, потому что там солнце потом, снег и так далее. Я взял эту куртку, думаю, заверзнет. Холодно. Одел и куртку, застегнул и усадил. Рядом с собой говорю, сиди, не вставай ты сиди. Она подскочит, то сядет, то подскочит, то сядет. Ну, 101 год. Дай Бог каждому и быть в таком сознании, и передвигаться на своих ногах. Можно еще один вопрос, если позволите. Хочу спросить о тех, кого мы тогда освободили, а теперь они... Я извиняюсь, перезиняюсь, сейчас задашь вопрос. Мы когда расставались сегодня с президентом России, там всегда продолжаются праздники, приемы и так далее. Я всегда уезжаю. Ну, я собрался, кортеж стоит, я подхожу. Он говорит, ты куда? Я говорю, слушай, у меня же еще, кроме этого, Беларусь есть. Подошел, говорит, я очень прошу, передай белорусам, от россиян, от меня самое теплое поздравление с нашим общим праздником. Я передал. Спасибо. Спасибо. Если позволите задать вопрос о тех, кого мы тогда освободили, а теперь они по другую сторону, но во всех смыслах, о поляках. Вот всколыхнуло, если не сказать, раскололо польскую политическую верхушку, бегство их судей, высокопоставленного чиновника сюда, и то, что он попросил у вас лично, в том числе защиты. Польские СМИ пишут о том, что это тенденция. Вот согласны ли вы с этим? Тенденция ли это, на ваш взгляд? И перерастет ли количество таких лояльных России, Беларуси чиновников в качество когда-либо? Или может быть скоро? Значит, это тенденция, но только не то, как они отдельно говорят, что мы с россиянами вербуем таких людей, что это наши агенты, наши сотрудники. Чушь полная. Этого человека я увидел только, когда он пресс-конференцию проводил. Если уж абсолютно честно, до этого мне Комитет госбезопасности, отслеживающий ситуацию в стране, доложил, что вот такой-такой человек сбежал с Польши и так далее, и хочет поговорить с журналистами. Я говорю, что за человек? Ну, судья там, он мне проинформируется, но если он хочет поговорить, пусть поговорит. Тем более, это же нам не во вред. Ну, пусть расскажет. И он шпион, и он мерзавец, и он такой-сякой. Это абсолютно нормальный человек. Второе, что я поручил спецслужбам. Возьмите, проверьте, что это за человек. Они мне говорят, политическое убежище просит. Прежде чем подписать указ, я должен знать, что это за человек. Посмотрели, это абсолютно нормальный, патриотичный поляк. Абсолютно. Нигде коллеги о нем плохо не сказали. Но это удар под дых кому? Властям Польши. Вот они и начинают. Предатель такой-сякой. Никакой он не предатель. Но он реально смотрит на вещи. Сравнивает Польшу. Беларусь, вы слышали, делает выводы. Мы его предупредили. Ты можешь ждать пресс-конференцию и прочее. Они же убили Чичко. Смотри, ты ставишь себя под удар. Я не боюсь, я должен сказать правду, что происходит в Польше. Я ребятам говорю, хорошо. Хочет, пусть приглашает журналистов. Мы тут особо не напрягались по журналистам. Кто хотел, тот пришел. Немало было там журналистов, как я видел по телевизору. И это нашло очень широкий резонанс. Один из вопросов, который мне президент России задал. Говорит, слушай, я там обратил внимание, строчкам новостных было, что в Польше сбежал какой-то судья к тебе. Ну, я ему подробно рассказываю. Да-да-да, говорит, я заметил. То есть это заметили все. Это под дых. Поэтому им надо что-то говорить. Вот они говорят, что мы его завербовали. Слушайте, глупость полная. Если завербовали, как я говорю, факты на стол. Это же все просто. Если ты завербован, и ты так говоришь, положи на стол факты. Представь международной общественности, мировой, и прежде всего своим людям. Это патриотичный, нормальный человек. Поэтому его заявление, с которым он обратился ко мне, я обязательно рассмотрю. Но самое главное, вот перекрытие границ. Что с Литвой, Латвией, что с Польшей. Не пускать сюда людей, запугивать их, что мы тут на границе их схватим и завербуем. Слушайте, ну это такая чушь. Кто в это из вас поверит? Кто на границе хватает людей и вербует? Если нам надо завербовать, сегодня проблем никаких нет. И даже деньги не надо платить. Идейных людей достаточно, которые нас там проинформируют. И потом, ну если это агенты, они нам нужны там. Они здесь. Поэтому вранье, ложь. Но реагируют так, в ппхах, не разобравшись. И даже не продумывая о том, как на это реагировать. Нормальный мужик. Нормальный. И я попросил нашу милицию, чтобы присмотрели, чтобы мерзавцы эти не угробили человека. Ну он говорит, я знаю, на что я иду. Это такой мужественный мужик. С нормальной горловой, нормальный человек. Насколько я сейчас обладаю информацией. Спасибо. 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 Еще раз с праздником. Всего доброго. До свидания. А Сергея, привет тебе. Мы тягались там по Зоугольню. Ты нас критиковать начали, что мы где-то колдебали, отстали. Немножко, да. А этот, командующий схватанными войсками, он мне все рассказывает про СВО. Ну я ж немножко в теме. И притом ночью мы заслушали доклад Герасимова-Шайгу. Бортникова о ситуации на фронте, поэтому абсолютно в теме. И они все мне рассказывали, а тут СВО-шники, собрались там их полсотни, кто сфотографировался, кто это. И мы с ним с Шайгу и отстали там. Так они нас за это притиковали. Идете с ним обсуждать вопросы. Да, мы сзади, думаю, ладно, но там не было жесткого такого протокола. Настроение у СВО-шникова хорошее. Очень любит Беларусь, нас ценит. Я говорю, ребята, мы туда ехать не собираемся. Мы, говорят, понимаем, но вас, говорят, там не хватает. Ребята крепкие. Праздник возьмем.